В ходе предварительного следствия установлено, что промышленная компания осуществлялась добыча рассыпного золота в Маслянинском и Тагучинском районах Новосибирской области, в том числе в природном заказнике, на территории которого добыча полезных ископаемых запрещена. В нарушении установленных законом запретов на участке осуществлялась вырубка деревьев, снятие почвы и работы по добыче золота. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области установлено, что в 2014-2015 годах фигуранты организовали на территории заказника незаконную вырубку лесных насаждений с причинением ущерба в размере более 97 млн. рублей, а также осуществили добычу 199 кг золота, его незаконное хранение и перевозку. Впоследствии добытое золото было реализовано с получением выручки в размере 274 млн. рублей, что является особо крупным размером. Ущерб от уничтожения почв на территории заказника составил 139 млн. рублей. В обеспечении и исполнении приговора наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 75 млн. рублей, а также на реализованную ими коммерческой организации партию золота стоимостью 274 млн. рублей. Руководителям промышленной компании предъявлено обвинение в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, незаконной рубки лесных насаждений, незаконном обороте драгоценных металлов, присвоении или растрате, а также в легализации имущества, приобретенного в результате совершения противоправных действий. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.